Губернатор Приморского края встретился со студентами-целевиками педагогических специальностей и учителями, которые приехали из разных уголков России, таких как Иркутск, Челябинск, Волгоград, Краснодарский и Хабаровский край, Республика Саха. Это хороший пример, который подает город Владивосток о целевом наборе, о приглашении ребят учиться в педагогических институтах с последующим распределением непосредственно в образовательные школы города Владивостока. Надеюсь, после этого и другие муниципалитеты последуют этой практике. Мы такую практику будем поддерживать. Социальная поддержка учителей каждый год дополняется. Сейчас существует единовременная выплата до 440 тысяч рублей, ежемесячная выплата в размере 10 тысяч рублей в течение трех лет, компенсация найма жилья и санаторно-курортного лечения. Кроме этого, педагоги могут ежемесячно в течение года получать 10 тысяч рублей, если получат за ЕГЭ 100 баллов. Будем создавать все условия, в том числе и по редному жилью, и по регионам будем по редному жилью, и по категориям тех доплат, которые у нас есть, с тем, чтобы они сами по себе привлекали еще и своих знакомых с других мест. Нам нужны творческие кадры, нам нужны преподаватели, особенно точных наук. У нас растет молодежь, мы строим школы. Отметим, 2023 год объявлен годом педагога и наставника. В системе образования Приморья работают сейчас более 26 тысяч человек, из них почти 12 тысяч – школьные учителя. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.